мы сегодня будем говорить с вами про довольно серьезную книгу кстати у кого интерес к этой книге есть значит давайте сначала сразу вопрос кто-нибудь начал ее читать я прочитал только краткое содержание ты себе портишь кратким содержанием реально впечатление от книги ну то есть не надо до конца мы еще до конца сегодня не пойдем только начнем да вот у меня мама вообще вот все уже прочитала ну вот мама прочитала это уже хорошо это у нас прогресс да так не ну маме то понравилось это точно значит смотрите мы с вами договариваемся да тут книга очень интересная но ее лучше не торопясь потихонечку читать да потому что она и не очень простая вот так что мы с вами договариваемся что вы читаете по-немножку да по частям и мы с вами разговариваем вот по ходу этого прочтения так ну и а давайте начнем с того кто такой кир булочок и немножечко когда-то уже говорила давайте сейчас немного познакомимся с автором кто что читал кира булочова да тимур цикл алиса дать что так хорошо у кого еще с киром булочовым есть знакомства виктория я читала про алису все даже некоторые смотрела хорошо экранизация алисы есть интересная экранизация так теперь еще один вопрос кроме циклов про алису булочова что-нибудь кто-нибудь читал пока нет хорошо я читал да я читал не помню что если читал что-то кроме алисы наверное тоже заметил что у него очень разные истории то есть вот в алисе он один до другом цикле он совсем по-другому пишет еще он историк и у него есть исторические произведения которые очень интересно читаются они действительно на реальной истории основываются вот у него много всякого интересного и поселок это одна из вещей которая вообще не в его стиле написано то есть это совершенно неожиданное произведение у булочова но у него все произведения очень добрые то есть всегда у него что-то такое разумное хорошее светлое есть в этих произведениях поэтому его читать всегда приятно и даже когда устраивают есть такой конкурс доброй фантастики так вот он именно посвящен киру булочова туда может прийти любой человек да написать какую-то вещь на этот конкурс но там ключевое слово именно добрая фантастика ну давайте немножечко про самого булочова булочов писал под многими псевдонимами и возможно вы где-то видели книгу которая написана им но вы не знали что это он он писал как игорь мажейка да вот основные такие вот это игорь мажейка и кир булочов мажейка обычно это исторические вещи получил все остальное но были у него вот еще такие псевдонимы да игорь всеволодович всеволодов это ладно а маунт сейнджи это что-то уже такое да интересное лев христофорович минс у него один кстати персонажей под этим именем тоже идет свин томас пуркин и это опять что-то экзотическое дам ну вы тишинский и с вам это не так часто встречается значит он пишет фантастик писал фантастику писал пьесы сценарии занимался исследованиями литературы это я перевожу эти профессии это занимался историк истории востоком и фалерист это тот кто собирает различные значки там в общем предметы такие у него с историей все связано было да вот эти вот увлечения так ну доктор исторических наук и так далее звание конечно у него были интересны первое что он писал это он писал конечно про алису девочка с которой ничего не случится это была алиса так парина можно марину принять да да принимаем так учился он в институте иностранных языков потом он работал в бирме восток вот как раз пошел да сейчас называется мьянма государства вот был корреспондентом переводчиком потом писал о паганском царстве которая существовала в бирме да с 11 по 13 век короче человек огромных исторических знаний и вот кстати по поселку очень хорошо видно что четко умеет рисовать вот представить да каким образом поведут люди себя из так скажем будущего прошлого немножечко просто меняется декорация да ну вот сама психология она очень точно когда-то он работал институте востоковедения это советские времена и когда он там работал у него начали выходить его книги и книги он подписывал кир булычок чтобы никто не догадался что это его книги да почему потому что во первых фантастику тогда не любили и но читатели любили да те кто сверху там управляли те не любили фантастику считали что это баловство и у него могли быть крупные неприятности если бы узнали что это он вот пишет эти книги но выяснилось что директор института не такой уж глупый и увольнять сотрудника не стал хотя были такие заявки что а вот смотрите что у нас сотрудник делает а давайте его уволим да как не стыдно советскому ученому вот такое писать сейчас непонятно да почему мне тоже дико честно говоря вот это вот отношение вот и как раз у него выходит мультфильм тайна третьей планеты вот это по его алисе до путешествие алисы потом появился сразу фильм гости из будущего смотрели мост из будущего да да я и паре 3 планеты тоже да хорошо вот очень удачный дай фильм мультфильм и он был награжден еще за сценарий фильм и через тернии к звездам вот отсюда это кадр из фильма фильм стать очень хороший снят очень хорошо но вряд ли вы знаете что это по гирбу учёва ну и наверное не смотрели то есть я узнал я узнал из-за вашего вы кажется один раз говорили про него я потом его посмотрю понятно очень хорошо да 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 это был тогда дамы кирбы учёва проходили там ну и у него циклы книг вот которые как говорила они очень сильно различаются то есть кому-то будет нравится приключение алисы кому-то понравится истории которые происходили в городке великий гуслян это очень очень похоже вообще великий у павлаш это один из персонажей это он фигурировала в поселке да да правильно великий гусляр это такой городок провинциальный абсолютно городок который находится кстати вологодской области ну то есть он придуманный городок но он точно вологодской области потому что есть намеку на это упоминание вот там живут обычные люди у них обычные самые проблемы но тем не менее с ними происходят чудеса периодически доктор павлаш это космическая серия в основном очень интересно поселок как раз к этому циклу относится андрей брюс еще один герой еще один цикл интергалактическая полиция честно говоря можете почитать если любите детективы институт экспертизы это исторические сюжеты театр теней на реках хронос понятно что тоже исторический сюжет потому что хронос это время да у нас там у него очень много мне очень нравится проект вот киру которая детектив как раз вот этой полиции интергалактической там детективы это очень похоже кира очень похоже на алису только выросшую уже взрослую алису а мне очень интересно предыстория вот можете почитать там увлекательное приключение мне кажется вам интересно было так но мы сразу ныряем на серьезную вещь да на поселок поселок в свое время выходил в двух частях я не знаю как люди должен быть вторую часть то есть меня совершенно бы не устроило если бы я прочитала только первую часть свое время я слава богу читала уже целиком вот из первая часть окончилась открытым концом таким а вот поэтому во первой части была снята мультфильм перевал мне не очень нравится он не очень длинный не ничего там такого подробного нету да и он поем ручной вот были сделаны комиксы но я не знаю кому комиксы нравится их еще в интернете даже найти можно вот я честно говоря не очень комиксы тоже полюбила ну потому что там поселке очень интересно правда читать детали настолько подробно все описано но так как кто-то не читал да давайте немножечко мне начало нравится чего это начинается давайте немножко почитаем до что у нас начали знаете у нас вот такого вот вот этот поселок дам картинка все в городах живут кстати или кто-то есть с частного дома или сейчас мы на даче дача это немножко особая ну ладно то есть тоже сойдет легче представлять будет дам так ну давайте марин а марин вернись ко мне почитай в доме было сыра мошка толклась у светильника давно надо было его погасить мать конечно забыла но на улице дождь полутьма олег валялся на койке недавно проснулся ночью он сторожил поселок гонял шакалов они целые стаи лезли к сараю чуть самого чуть самого не задрали в теле были пустота и обыкновенность хотя сам от себя он ждал волнение может страха ведь 50 на 50 вернешься или не вернешься а если 50 в квадрате должна быть закономерность должны быть таблицы а то вечно изобретаешь велосипед кстати все собирался спросить старого что такое велосипед парадокс велосипеда нет а старый укоряет им не задумываясь о смысле фразы кстати мне там сначала даже было непонятно что они на другой планете хорошо что в основном честь народа читала уже так в этом фокус это рояль в кустах называется в литературе ты читаешь вникаешь и понимаешь что что-то идет не так вот это классно так вот изобретаешь велосипед да что такое велосипед почему у них нет велосипеда да уже первый вопрос так мы не могли там жить какой-то совершенно отсталой деревне типа можно было сначала подумать апокалипсис дальше давайте вера да давай вера почитаешь на кухне заказывала мать она оказывается дома ты чего не пошла спросил он проснулся тупо хочет я согрела а кто-то грибами ушел марьяна с диком и все может кто может кто из ребят увязался могли бы и разбудить позвать марьяна не обещала но было бы естественно если бы позвала есть не хочется есть не хочется если дожди не кончатся сказал мать до холодов огурцы не вызвают все плесенью зарастет мать вошла в комнату разогнала ладонью мошку задуло светильник и задуло светильник олег смотрел в потолок желтое пятно плесенью увеличилось изменила форму еще вчера оно было похоже на профиль вайскуса но с картошкой а сегодня нос раздущий как будто ужалила оса и лоб выгнулся горбом и по блесу неинтересно чего ему прибыть убирать он охотник теплой человек там же всегда говорил мошки много воронила мать холодно и но обычно такая ситуация если представить очень-очень да действительно далекую деревню где все такое заброшенное и до холодов огурцы не вызрюет вообще прекрасная фраза которая ну часто звучит да где короткое лето и за грибами кто-то пошел да тоже нормальная работа такая для деревенского человека ну тут немножечко заметно что олегу не очень нравится что марьяна пошла с диком да что дик пошел с грибами вместе с марьяной зачем ему да грибы собирать то есть тут в общем вопрос не в том что он не любит грибы собирать а олегу неприятно что он именно с марьяной до пошел такая вот деталь немножко идет так дальше давайте дам когда а виктория виктория марьяна набрала полный мешок грибов ей повезло правда пришлось идти далеко к ущелью с олегом она бы никогда не решилась пойти так далеко а из диком чувствовал себя спокойно потому что дик себя чувствовал спокойно везде даже в лесу хотя больше любил степь он был охотник как будто родился охотником но на самом деле он родился раньше чем построили поселок а ты в лесу как дома сказал дик он произнесся громко дик шел впереди и и чуть сбоку куртка мехом наружу сидела на нем как собственная кожа он станешь он сам сшил себе куртку мало кто из женщин в постелке мог бы так сшить ну вот здесь появляется у нас дик то это там был олег да один из героев главных будет у нас а здесь появляется дик и про дика мы знаем что в итоге что прирожденный охотник и что он очень хорошо ориентируется и в лесу и в степи да мало того он еще и куртку себе может шить да то есть такой человек который очень практически практичный да то есть человек который все умеет руками делать и очень хорошо вживается в природу да там сначала я этого дик вообще ненавидела потому что он такой глупый всегда так что типа с его точки зрения правильно или что-то такое а вот тут можно будет потом когда уже разберемся как коллег как дик себя ведут можно будет поговорить как раз об этом кто из них нужнее я тоже может быть со стороны олега больше да но знаете есть такая книга унесенный ветром там кто-то за меланья кто-то заставит когда-нибудь будете читать обратите внимание одна без другой не выжили бы так и здесь день без другого не потянут так хорошо тимур давай ты ты читай лес был редкий корявый деревья вырастали здесь чуть выше человеческого роста и начинали клонить вершины в стороны словно боялись высунуться из массы соседей и правильно зимний ветер быстро отломали отломает верхушку с игла капала дождь был холодным у марьян на замерзла рука которые она несла мышок с грибами она приложила мышок другую руку грибы зашевелились мышки заскрипели болела ладонь она за носил зановила ее когда откапывала грибы дик дик вытащил за носу чтобы не было заражения неизвестно что за иголка марьяна глотнула противоядие из бутылочки кто всегда висела на шее у белых толстых скользкие корней и сосны марьяна заметила для для этого пятнышко погоди дик сказала она там цветок которого я еще не видел а может обойдемся без цветов просил дик домой пора мне что-то здесь не нравится у дика было особенный нюх на неприятности ага настораживает какая-нибудь фраза по сравнению с нашей деревне скажем так и нашими лесами ну то что грибы зашевелились мне вот сразу это показалось странным когда книжку слушала да что же это за грибы я так думала что за грибы которые зашевелились ага апокалипсис после атомного взрыва да 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 ну на самом деле интересно я не знаю откуда бралась идея отсюда или не отсюда но ольги граммета есть цикл космоолухи и в этих космоолухах есть киборг и его лесник и вот от киборг и его лесник значит там как раз другая планета и там грибы которые значит и кусаются и нападают и убегают и так далее ползают но все равно грибы называются вот такая очень смешная книга на самом деле вот и вот тут вот тоже эти грибы я когда у нее прочитала я сразу вспомнила вот этот поселок с грибами зашевелившимися вот ну пока мы знакомимся да с лесом который окружает наших героев этот поселок одну секунду ответила марьяна и подбежала к стволу и дальше начинается вот вроде бы знакомые названия деревьев там и так далее да но мы понимаем что ты что-то не то ноздреватая мягкая голубоватая кора сосны чуть пульсировала накачивая воду и корни вздрагивали вытягивали пальцы чтобы не упустить ни одной капли дождя ничего себе сосна да живет и дышит это был цветок обыкновенный цветок фиалка только куда гуще цветом и крупнее тех что росли у поселка и шипы длиннее опять же у нас фиалок шипов нету да марьяна резко выдернула фиалку из земли чтобы цветок не успел зацепиться корнем за сосну у них и цветы живые да бегая и через секунду фиалка уже была в мешке с грибами которые зашевуршились и заскрипели так что марьяна даже засмеялась и потому не сразу услышала крик дико ложись она сообразила прыгнула вперед упала в жалость теплые пульсирующие корни сосны но чуть опоздала лицо горело как будто по нему хлестнули кипятком лес полный опасности да и как говорится всюду жизнь и всюду надо что-то учитывать и тут мы знакомимся с перекати полем который который обжигает вот таким вот образом да глаза кричал дик глаза целы он дернул марьяну за плечи оторвал ее корней оторвал корней ее судорожно сжатая более пальцы посадил не открывай глаз приказал он и быстро принялся вытаскивать из лица маленькие тонкие иголки и приговаривал сердито дура тебя в лес пускать нельзя слушать надо больно да неожиданно он навалился на марьяну и прижал к корням больно же еще один прилетел сказал он поднимаясь два шарика перекати поля пролетели метрах трех тугие сплетенные из иголочек семян на легких как воздух потому что пустые внутри они будут летать пока не ударятся ненароком а дерево или налетят от порыва ветра оскал на скалу миллион шаров погибнет зря один найдет своего медведя медведь там тоже другой немножко да утыкает иголками теплую шкуру и пойдут от иголочек молодые побеги они очень опасные эти шары и в сезон созревание надо быть осторожно в лесу а то потом на всю жизнь остаются отметины но ничего успокоил больше и голод не осталось и в глаз не попало это главное что в глаз не попало но у нас тоже есть перекати поле но она не такое опасное до растениям а тут на что похоже растение на кактус с одной стороны на кактус с другой стороны с примеси чего-то необычного если он оставляет синенькие точки ну да если представить что иголки кактуса сплетаются в шарик и летают врезаясь в человека могут воткнуться иголочками и в человека то ничего хорошего тоже бы не было иголочки что ли просто самом медведи да тут немножко опущено как бы дальнейшие последствия для медведя если они прорастают медведи то такой симбиоз который медведем не очень нравится я думаю корректирует не вышел из этого просто есть вот такие в мексике крупи которые едят и первое надо вот там много колючок да очень болезненная штука точно так ну и как бы остается какие-то такие как оспинки на лице если это в лицо попадает а много ранок спросила марьяна тихо не пропадет твоя красота сказал дик теперь домой скорей пускай эгли смажет жиром да конечно марьяна провела ладонью по щеке дик заметил ударил по руке грибы хватало цветок брала психованная какая-то инфекцию зависит грибы тем временем выбрались из мешка расползлись между корней и некоторые даже успели до половины закопаться в зиму я тут подумала как бы что они просто там упали упали в песок разбежались просто эпитет как бы вот на самом деле не эпитет это такие живые существа почему их могли назвать грибами ну потому что может быть это такие да похожие да ну там по крайней мере было потом прямо было в книжке что типа ну если эти существа можно там жарить сушить или варить то их можно назвать грибами да правильно тут еще знаете как интересно в этой книге потом идет как бы вот мы сейчас смотрим это глазами поселенцев которые тут уже живут не один год потом мы будем смотреть на все это глазами людей прилетевших из космоса которые впервые это видят и будем узнавать потихонечку что именно они видят вот мы уже здесь вжились а там мы будем узнавать что они видят думать боже это же опасно тут нельзя ну в общем короче это очень интересно такой фокус перемещается а фиалку они так и не нашли потом дик отдал марьяне мешок он был легкий дик не хотел занимать руки в лесу решают секунды и руки охотника должны быть свободны посмотри произнесла марьяна принимая мешок ее прохладная узкая кисть с обломанными ногтями задержалась на руке дика я очень изуродована смешно сказал дик у всех на лице точки и у меня я изуродован это татуировка нашего племени татуировка забыла старый учил нас по истории что дикие племена себя специально так украшали как награда дикие племена да татуировка нашего племени ну действительно все в принципе попадались этому перекати пою дальше они опять идут по лесу да и лесу в принципе лес надо знать чтобы не попасть и все равно там есть опасности да ну что пройдем по второму кругу почитать да марин давай ты почитаешь ты что-то чувствуешь спросила марьян увидишь что дик пошел побыстрее да брусилон звери шакалы стая они побежали но в лесу трудно было бежать тех кто бегает не глядя попадает на обед ли они или дубу вот это мне тоже показалось странно хорошие там дубы растут да грибы бились в мешке но марьян не хотела их выкидывать уже скоро будет вырубка а потом поселок там у изгороди кто-нибудь обязательно дежурит она увидела как дик достала за пояс нож и перехватил удобнее арбалет она тоже вытащила нож из-за пояса но ее нож узкий тонкий он хорош чтобы резать лианы или откапывать грибы а если тебя гоняет стая шакалов то нож не поможет лучше взять палку да шакалы тоже в принципе называются шакалами но держат за стаей как и шакалы в принципе да а в остальном они не очень похожи на наших шакалов так хорошо мир а будешь дальше читать так вера пока нет а ну давай хорошо ага а вот поставил костюля с гущей повыше на полку ученики проскучали босыми пястами по глино-бетонному полу и с пояс бойницы в тене Олег видел как они выскакивая из двери прыгали в громадную лузу набравшуюся до последних дней брызги во все стороны потом кто-то из них крикнул червяк и они грудились в пучу лада червяка а его розовый хвост высунулся из воды и хлестал учеников по ногам рыжий рыжий рот дочка Томаса завопила видно червяк угодил ей по голой руке с гучей и присоской ее мать высунулась из дома напротив и кричала вы с ума сошли кто же летит в воду так без рук можно остаться немедленно домой но ученики решили вытащить червяка на лузу и Олег знал почему и тогда червяк меняет цвет становится то красным то синим это очень интересно только интересно им а не матерям которые по митике боятся червяков безвредных и трусливых тварей Линда жена Томаса стояла на краю лузы и звала дочь Олег предупредив вопрос матери произнес сейчас приду так здесь вот глинобитный пол то есть это пол который промазывается глиной и потом это твердый такой пол получается есть земляной а есть из глины пол ну все равно довольно холодный пол да то есть не деревянный вот потом войница в стене да это ну вообще-то как бы это наверное какое-то отверстие просто окошко да но видимо оно небольшое то есть войницы делали в крепостях на стенах чтобы стрелять можно было закрывшись стеной через небольшое отверстие стрелять можно вот поэтому вот как бы просто описано видимо что у них маленькие окошки делались да вот ну и ученики почему они ученики потому что вот это ну старый это у них человек который занимался обучением детей в поселке вот старался чтобы им как можно больше передать знаний чтобы они все-таки ну книг у них с собой не было да и они учились вот что в голове что в памяти было то они и учили да вот ну вот эти развлечения у детей всегда находятся да вытащить червяка из лужи к примеру какого-то такого не очень приятной твари да так хорошо давайте дальше так Виктория будешь читать еще разочек а там вышел на улицу и посмотрел в конец ее воротам изгороди возле которых стоял томас с арбалетом в руке позже 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 в позе томаса было напряжение неладно сказал себе Олег неладно я же так и думал дик ее завел куда-то далеко и там что-то случилось дик не понимает что она совсем другая не такая как он ее надо убилить ребята тащили червяка наружу он уже стал почти черным никак не мог приспособиться к плену тут рыжую рут тоже взяли в плен и линда потащила ее домой Олег прибежал к изгороди и на бегу сообразил что не взял арбалета и поэтому пользы от него никакой что спросил он томаса а тот не оборачиваясь кинул по моему шакала опять шляют стая та же что и ночью не знаю раньше они днем не ходили а ты Марьяну ждешь они с диком за грибами пошли я знаю я их сам выпускал да ты не волнуйся если с диком то ничего не будет он прирожденный охотник Олег кивнул томас не хотел обижать просто так получилось что дик надежнее дик охотник а он Олег не очень охотник как будто быть охотником высшее достижение человечества да вот это начинается немножечко такой конфликт да ну как там конечно в этом ну вот в ситуации выживания там охотнику это полезнее иногда чем думаю в поселке в ситуации поселка допустим охотник полезнее да да думающие люди должны как бы быть чтобы ну не превратиться в диколей ну на самом деле Олег сильнее дико в другом направлении да Олег это человек который почему-то сразу почувствовал что ему больше нравится вот этот мир о котором рассказывает старый о технике о технологиях ну да там когда они приходили на корабль то он там сразу почувствовал что и там вот это объяснилось когда на них там напал зверь что дик выхватил арбалет а это а Олег сын механика достал этот как там бластер бластер и выстрелил ну да то что дик он сын леса там говорилось то есть дитя леса а Олег сын механика и ну да да технологии ну вот так и еще вот на корабле он присутствовал дик потому что это он как бы ну ему это было ближе а дик боялся да да но это вот это совершенно два разных пути как бы развитие человечества даже ну я говорю тут очень трудно говорить кто болезнее кто нужнее потому что ну как бы да можно уйти в леса и можно очень хорошо жить в гармонии с природой да но может быть не отказываться от каких-то достижений человеческих изобретений да вот ну и дальше мы видим да что я их сам выпускал да то есть мы видим что поселок существует внутри этого леса и лес достаточно опасная территория и люди естественно оградили эту территорию своя поселка и охраняют территорию чтобы ничего из леса не приходило да поселок когда-то в принципе сейчас если это глухая деревня где-то в глухом лесу то там тоже извините приходится смотреть чтобы дикие звери туда не заходили вот а когда-то древние времена вот медведь был вообще до такой степени опасным гостем что даже его называть не называли то есть у него медведь это уже такое несказательное да название потому что боялись что он придет на свое имя этот зверь вот так и тут поселок охраняется да так там единственное название которое как бы неземное было чистоплюи да я конечно понимаю я конечно понимаю улыбнулся вдруг Томас он опустил арбалет и прислонился спиной в столбу ограды но это вопрос приоритета в небольшом обществе скажем подобном нашему способности к примеру математические отступают на шаг по шкале ценностей в сравнении с умением убить медведя что несправедливо но объяснило ну вот это как раз к нашему нашему разговору да что если общество еще и небольшое и вынуждено выживать в дикой природе то получается что да доступа к доступа к какой-то технологии у них сейчас нет им приходится выживать совершенно в незнакомом мире в дикой природе да и вот тут уже нужно чтобы был человек который может и дом построить да и в лесу сориентироваться и добычу добыть то есть это выживание да ну хорошо Тимур будешь еще читать да да представь себе что поход кончится трагически сказал Сергеев не хотел бы раз я в нем участвую отозвался Томас вайт курса опять засмеялся завлекал где-то в середине в середине бороды парни дик с олегом надежда нашего потелка его будущее продолжать продолжал Сергеев Томас ты же Томас один из четырех последних мужчин приплюсуйте меня произнесла басом Луиза и начала громко дуть в чашку чтобы остудить кипяток меня ты не убедишь покачал головой Томас но если очень боишься давай оставим Марьяна здесь я боюсь за дочь да но сейчас разговор идет о более принципиальных вещах я пойду грибу намочу сказала Марьяна и легко поднялась кожа до кости уронила тетя Луиза глядя на нее проходя мимо отца Марьяна дотронулась кончиками пальцев до ее плеча тот поднял трехпалую ладонь чтобы накрыть ей кисть Марьяны но она уже убрала руку и быстро прошла к двери дверь открылась впустив мирный шум дождя и громко хлопнула олег чуть было не сорвался вслед за марьяной но держался неудобно как-то и второй комнаты вышел не твердо ступая один из сновей вайткуса сколько ему первый родился тот весной а другой недавно когда выпал снег значит это полтора года а всего у вайткусов шестеро детей мировой рекорд с сахару серди сказал сердито ребенок я тебе покажу сахару возмутилась эгли а зубы у кого болят у меня а басой кто ходит я она подхватила мальчишку и унесла его из комнаты так хорошо значит о чем идет речь да у нас это космический корабль который потерпел крушение на неизвестной планете людям пришлось покинуть корабль и уходить потому что корабль из-за аварии очень сильно излучал радиация была очень сильная сколько могли с собой столько унесли чего могли да уходили по горам пришли вот в этот лес и там уже обустроили поселок ну связи не было то есть под сигнал бедствия они тоже не смогли и в итоге вот первые годы выживания очень дорого обходились и по здоровью да и людей теряли вот но уже прошло сколько-то лет да и уже дети появились которые родились в этом поселке для которых это вообще привычно то есть ничего больше они не видели да вот поэтому и червяки развлечения да и в общем им все это довольно привычно но цивилизации они не видели уже потому что очень трудно какая может быть цивилизация даже если учесть что все на звезда люди у нас люди с образованием люди ученые да кто-то техник кто-то значит астроном кто-то биолог да им здесь эти знания пригодились только для того чтобы собирать собирать наблюдения систематизировать проводить опыты да что съедобно что несъедобно для чего там чисто науки нет там все прикладное да съедобно опасно опасно не опасно ядовито не ядовито если ядовито то чем снимать это отравление да чем лечить где найти травы которые будут лечить потому что лекарств надолго не хватило а каким образом значит откуда брать сахар сахар берут из какого-то тростника да ну травы которая похожа на тростник которая да при обработке будет сахаром короче вот такая вот ситуация у нас да Артем я хочу почитать а мы уже все сегодня читать уже больше не будем давай в следующий раз хорошо вот сейчас уже хорошо хорошо вот и о чем мы говорим чтобы что за поход да когда уже подросли Олег вот Марьяна да Дик старшие намечают поход за части людей то есть всех людей нельзя потому что поселок должен кто-то держать поэтому идут часть людей по поход до этого звездолета то есть они посчитали что вот за это количество лет радиация должна была спасть можно уже будет зайти на корабль можно будет попробовать наладить связь послать сигнал бедствия и заодно принести запасы там еда на корабле должна быть эти консервы да там есть какая-то техника там есть ну сколько дети ну сколько там три человека четыре по-моему идёт да сколько эти люди сколько их дойдёт вообще до корабля да сколько они смогут принести с собой но это всё-таки будет какой-то шаг к тому чтобы вернуться на себе домой потому что жить вот в этой ситуации вот этим коллективом ну это будет немножечко вымирание там был такой скор мы говорит вымрем через сколько-то лет здесь да не говорит мы раньше чем вымрем мы говорит станем станем как-то скатимся в первобытный строй то есть цивилизация постепенно сходит на нет при отсутствии достаточной массы цивилизованных образованных людей да вот и вот здесь ну кто-то из взрослых за то чтобы поход понимают что опасно но другого варианта нету а кто-то очень против потому что боятся что не вернутся особенно конечно же вот родители да тех кто пойдет вот а вот это вот один из сыновей Вайткуса это уже те что родились здесь в поселке да мелкие и вот тут сахару да ну потому что как кто-то сказал они говорят все время голодные они все время хотят есть опять же да потому что запасы небольшие еду добывать приходится довольно сложно ну и поэтому любое натуральное хозяйство очень сложная вещь кстати кто допустим из города в деревню переезжал те представляют что полностью обеспечить себя продуктами в наше время с нашими знаниями очень сложно на самом деле как предки это делали не знаю так по своему опыту говоря так ну хорошо давайте теперь следующую часть в следующий раз уже поговорим да до конца читать не пытайтесь в принципе не торопитесь давайте где-нибудь так до серединки да я уже все прослушалась а некоторые уже закончили да книгу но все равно не менее интересно обсуждать будет да ну да хорошо все тогда на сегодня прощаемся до следующего до свидания всего хорошего до свидания спасибо до свидания спасибо до свидания до свидания до свидания